Здравствуйте, это Рынки, в студии Альфтина Пинкальская. Низкая инфляция в России не есть хорошо, по данным ведомостей, так сейчас считают экономические власти России. Как они планируют бороться со стагнацией спроса и какие меры могут быть эффективны в такой ситуации, эту тему будем обсуждать с экспертом, а также повышение рост госдолга России и самые интересные истории текущие фондового рынка, перспективы аэрофлота, отчет полиметалла и китайскую экспансию Черкизова. Итак, российский рынок сегодня в среду продолжает снижение, к текущей минуте рублевый индикатор Мосбиржи теряет около полупроцента. Повторяется, кстати, полностью сценарий прошлой недели, когда в понедельник на повышенных оборотах шел рост, а начиная со вторников тоже на повышенных оборотах начиналось снижение. Для появления сигнала к росту индексу Мосбиржи нужно повторно пробить вверх отметку в 2200 пунктов, пока она недостижима. Итак, в мире Китай и Гонконг продолжают праздновать Новый год по лунному календарю, впервые за несколько лет без строгих ковидных ограничений, там торгов нет. На остальных азиатских площадках все спокойно, без волатильности, хотя, что касается Японии, то СМИ продолжают муссировать тему грядущих перемен в политике японского ЦБ. В апреле в регуляторе должен смениться глава, и вот, например, сегодня Блумберг в очередной раз со ссылкой на свои источники пишет, что новый руководитель японского регулятора, вероятно, откажется от специальных стимулирующих мер в политике ЦБ. Но формулировка расплывчатая, на самом деле, не совсем понятно, до какой степени ЦБ может отказаться от стимулирования и перейти к жесткости, учитывая, что госдолг страны равен почти, составляет почти 250% от ВВП. Америка накануне закрылась небольшим снижением по S&P 500 и NASDAQ. Основным фактором, который мог бы вытянуть вверх рынок и торги, были отчетности компаний, которые в обилии вышли еще до старта основной сессии, но ни результата Джонсона и Джонсона, ни телекоммуникационного гиганта Verizon и еще целой россыпи других эмитентов, которые вчера отчитывались, не смогли вдохновить инвесторов на покупки по широкому фронту, не были настолько убедительными. Да, в целом, отчетности были неплохими, однако чего-то не хватило. Плюс, ко всему прочему, вышли достаточно грустные показатели, предварительные данные по январскому индикатору индекса деловой активности PMI, которые оказались ниже заветной планки в 50 пунктов. Ну, а значит, взгляды в будущее менеджеров по поставкам явно негативные. Но сегодняшний день в Америке тоже начался с легкого такого негатива, пока еще умеренного. Его источником стала отчетность первой компании из когорты триллионеров. Речь идет, конечно же, о Microsoft. Результаты за последний квартал появились уже после закрытия торгов, но, судя по как раз-таки окончанию результата Microsoft в основной сессии, инвесторы с осторожностью ждали этих результатов. Основные торги Microsoft закрыла снижением котировок на 0,2%. В итоге результаты компании за последний квартал вышли очень даже неплохие, и первая реакция инвесторов была позитивной. Акции Microsoft в первый час постмаркета взлетели на 5%. Однако потом последовал конференц-кол, в ходе которого руководство компании озвучило свои прогнозы, что, конечно, самое главное, не то, что было в прошлом квартале, а что ожидают в следующем на первую половину 2023 года. И вот эти прогнозы явно разочаровали аналитиков, участников рынка. Рост тут же прекратился, и котировки акций ушли в красную зону и утянули за собой также и котировки всех фьючерсов на основные американские индексы. На российском рынке, кстати, тоже, можно сказать, продолжается сезон отчетностей. Сегодня свои результаты. За четвертый квартал и весь 2022 год представил золотодобытчик «Полиметалл». И за 12 месяцев производство золота выросло на 2%, а четвертый квартал отдельно оказался для компании еще более удачным. Ей удалось нарастить темпы производства сразу на 16%. На этом фоне котировки «Полиметалла» сегодня росли. Но в целом это такая характерная картина для последних сессий. На фоне роста золота российские золотодобытчики также приободрились в последнее время. Ну и переходим от фондового рынка к макро-теме, к той теме, которую я заявила в начале выпуска. Это темпы инфляции в России и то, как их рассматривает экономический блок по данным ведомостей. Об этом они написали со ссылкой на свои источники. Эту тему мы будем подробно обсуждать с Евгением Суворовым, экономистом банка «Центракредит». Евгений, здравствуйте. Добрый день. Ну и так, инфляция в России по итогам 2022 года составила около 12%. Хотя, конечно, к концу года темпы роста цен значительно замедлились. У нас наблюдалась дефляция на протяжении нескольких месяцев подряд, что, в принципе, не характерно для России. Однако по-прежнему в годовом выражении рост цен двузначный. Есть ли тут действительно какие-то поводы для беспокойства со стороны экономических властей, ваше мнение? Да. Смотрите, да, рост потребительских цен действительно пока еще не перешел в область однозначных цифр. Но то, что мы видим по 2022 году, это в большей степени заслуга действительно убитого потребительского спроса. Поведенческая модель населения за последние месяцы очень сильно изменилась в сторону нетрата сбережений. Естественно, это способствует все события, которые происходят вокруг нас. Население попросту предпочитает не тратить, мы не говорим уже о каких-то долгосрочных и крупных покупках, что это видно, допустим, по той же самому рынку жилья, по машинам, хотя в машинах тоже самый дефицит есть, естественно, определенных моделей. Но, тем не менее, население предпочитает попросту сберегать. Условно, на какой-нибудь черный день, на, может быть, условные худшие времена, но сейчас не время трат. Естественно, 2022 год этим и характеризовался. Но сейчас нужно отметить, что в нынешних условиях именно на текущую ситуацию будет влиять не в меньшей степени сниживающийся спрос, но, по крайней мере, проблемы со стороны предложения. То есть все вот эти санкционные риски, которые, естественно, влияют и на бизнес, и ситуации на рынке труда, когда мы имеем определенный отток части специалистов в последние месяцы, все это будет обуславливать именно уже проинфляционные риски. Но это уже немного маятник качнется в другую сторону. То есть это уже не спрос, а уже предложение. То есть если мы возвращаемся к самому спросу, мы, если посмотрим декабрьские цифры, то реальный спрос продолжает снижаться. Естественно, если мы возьмем индекс, условно, с одной стороны, затрат в рознице, услуг и общепита, и дефлируем на индекс потребительских цен, то он, если я не ошибаюсь, минус 6,7 в декабре против 4,8 в ноябре. То есть, естественно, спрос пока еще очень слабый. Некоторые опережающие данные, которые нам предоставляет Сбериндекс в последние пару недель, который Сбер отслеживает покупки по картам, по десяткам основных категорий, видно, что спрос немного как-то восстанавливается, но это вот насколько эта тенденция будет продолжаться, мы посмотрим в ближайшие, может быть, недели. Но вот после Нового года чуть-чуть ситуация изменилась. То есть, видимо, может быть, локальное дно в спросе мы все-таки как бы увидели в моменте. Но в ближайшие 2-3 недели это покажут, насколько это... Но опять же повторю, то если мы, допустим, всю эту ситуацию экстраполируем на уровень инфляции, которая в отношении год-году, сейчас 11,6, то я вот здесь призываю, конечно, не оперировать больше не годовым показателем, который, да, вы правильно сказали, что он двузначный, а показателем, на которые ориентируется наш Центробанк в своих, в общем-то, ожиданиях и прогнозах в отношении денежно-кредитной политики, а именно это текущие цены уровня инфляции трехмесячные показатели, которые анализируются, ну, так называются анализированные показатели. Так сейчас он порядка 3,4% составляет. Он, да, он немного подрос с ноябрьского показателя в 2, по-моему, 98, я не ошибаюсь, ну, около трех, но, тем не менее, он пока еще 3,40, это не 4, это не целевой уровень ЦБ, на который он ориентируется. Хорошо, Евгений, вот если суммировать, я так поняла, что действительно вы видите проблему в том, что спрос у нас низкий, но, с другой стороны, я так понимаю, что вы отметили, что и с предложением у нас тоже есть проблемы, поэтому есть ли смысл сейчас стимулировать спрос, если удовлетворить его предложение, тоже, возможно, не сможет? Именно тенденция ухудшения ситуации в предложении, она еще пока не проявилась в полной мере. То есть последствия санкций, дефицита трудовых ресурсов, они будут проявляться в течение 2023 года. И поэтому, как я уже сказал, это будет, мне кажется, эта тенденция именно со стороны предложения, она перевесит те явления, которые были в спросе, она ухудшит это дело, естественно. Ну вот по данным видовости, ключевой задачей на 2023 год Минэкономразвития назвала именно работу над восстановлением спроса. Соответственно, у меня два вопроса, считаете ли вы это действительно сейчас ключевой задачей, учитывая тот тренд, который вы обозначили? И вообще можно, какими мерами было бы простимулировать спрос эффективно? Повторю еще раз, сейчас поведенческая модель населения сменилась. Сильно подтолкнуть людей, тратить больше денег, ну я не знаю, в нынешних условиях немного проблематично. Возможно, правительство задумается о неких, я не знаю, снижениях налогов по каким-то отсрочек выплат в бизнесе, которые, понятно, экстраполируются и на население, которое там работает в этом бизнесе. Опять-таки представление неких преференций. Я, естественно, здесь можно вспомнить 20-й год, разгар пандемии. Там правительством были приняты ряд экстренных мер. В принципе, они возымели эффекты, с этим не поспоришь. Но в текущих условиях как-то налоговое послабление не кажется совсем оправданной мерой, учитывая дефицит бюджета и те шаги, которые правительство уже предприняло в 22-м году по увеличению налоговой нагрузки. Я не считаю, что, на что вы намекаете, рост налогов для покрытия бюджета, это будет очень популярной мерой. У нас, в принципе, дефицит в процентном отношении не критичен. У нас 2,3 по прошлому году и 2 ожидается по этому. Это совершенно не критично. У нас есть план по заимствованию ОФЗ, там нет заимствования порядка 1,7 триллионов. У нас есть план по тратам из ФНБ, где сейчас пока есть юани, все это зеркалируется, и пока это не является чистой эмиссией и не влияет на инфляцию, пока ничего ужасного нет. Мы, естественно, будем смотреть на ближайшие месяцы, когда, начиная с 5 февраля, у нас вводится очередной пакет санкций в отношении запрета поставок нефтепродуктов в Евросоюз. Что у нас будет с провалом именно нефтегазовых бюджетов? То есть, как бы, недополучение именно доходов в последние месяцы прошлого года. Это, на самом деле, очень такой тревожный звоночек. И мы должны здесь иметь в виду, что без единовременных поступлений от «Газпрома», который внес разовый НДПИ, а еще раньше дивиденды в бюджет, то есть ситуация с нефтегазовыми доходами была бы немного печальнее. Поэтому вот именно когда качнется дефицит бюджета, вот это такой краеугольный камень, за чем следит правительство и должны следить все мы. Евгений, да, но чтобы закрыть тему уже с инфляцией, такой вот более конкретный вопрос. У нас, получается, таргет ЦБ на 2023 год, это инфляция в районе 5%. Как вы считаете, будет ли в итоге достигнут этот ориентир? И что было бы хуже, чтобы инфляция была ниже этого таргета или выше? В принципе, диапазон 5-6% это, ну, по крайней мере, мы сами так по нашим расчетам, мы видим, ну, мы видим инфляцию 6% на конец, это не среднегодовая, а именно декабрь-декабрю. На конец этого года индекс потребительских цен в районе 6% видится нам адекватно. То есть, и опять же, мы будем смотреть, насколько вот санкционные риски и вот, как бы, дефицит предложения, вот, все это, все это могут подтолкнуть. Мы, опять же, трудовые ресурсы и дополнительные траты бюджета. Это тоже проэффективный, естественно, риск. Насколько для покрытия дефицита будут именно тратиться дополнительные деньги? Это покажут только в ближайшие месяцы. Да, вы правы, сигнала от ЦБ пока нет, и я его не жду и на этом заседании. То есть, я, как уже упомянул в начале интервью, трехмесячная анализированная инфляция пока еще меньше 4%. Она, да, она выросла, но какие-то либо вероятности, что ЦБ начнет ужесточать, возможно, риторику, да, в ответ на проинфляционные риски, которые, скорее всего, будут реализовываться уже с середины, в конце первого квартала, пока этот показатель не достигнет 4%, я бы не ждал никакого четкого сигнала. В принципе, я его не жду и на этом заседании. Пока еще ситуация более-менее ровная. Не только сигналы, я понимаю, что решение, да? То есть, ставка останется пока на текущем уровне. В принципе, еще не лютро, он ченчик, там никакого изменения ставки не будет. Спасибо большое, Евгений. С нами на связи был Евгений Суворф, экономист Банка Центра Кредит. Обсуждали мы статью ведомостей, в котором со ссылкой на свои источники было написано, что Минэкономразвитие, экономические власти России считают сейчас некой проблемой замедления инфляции. Это сигнализирует о резком снижении потребительского спроса. И обсуждали мы, какие меры могли бы простимулировать этот спрос. Ну, я думаю, вот макроэкономики российские перейдем уже к конкретным историям российского фондового рынка. Тем более, что, можно сказать, у нас тоже продолжает сезон отчетности. Есть различные интересные моменты, которые обсудим с Дмитрием Александровым, управляющим директором инвестиционной компании «Иволгокапитал». Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, Эльфтина. Да, хотела начать я с аэрофлота. Судя, читала я различные обсуждения инвесторов на форумах, телеграм-каналах, как я поняла, что аэрофлот считается таким сейчас явным аутсайдером, не входит число фаворитов российских инвесторов. Но появились две интересные новости в последние два дня. Первое, что авиаперелеты по России подорожали в 2022 году самыми высокими темпами за 14 лет. И второй момент, это то, что у нас с февраля китайские туристы возвращаются в Россию, и аэрофлот начинает летать в Китай ударными темпами, увеличивает количество рейсов. Соответственно, Китай – это еще потенциальное направление для российских туристов в условиях трудностей с Европой, с той же самой. Вот, учитывая эти две новости, в них есть какой-то инвестиционный потенциал, какой-то позитивный драйвер для аэрофлота в целом, для котировок в частности? Ну, если рассматривать отдельно новости, то, конечно, они не негативные, но в целом у меня тоже достаточно сдержанное отношение к этой бумаге. Давайте посмотрим, что произошло за последние три года с аэрофлотом. Мы видели две крупные доп. эмиссии, то есть акционеры были размыты фактически государством. Это однозначно не позитив для акционерной стоимости бумаги. Очевидно, нет каких-то надежд на дивиденды. И что, наверное, самое важное, в этом году аэрофлот лишился роялтис от пролета иностранных компаний над территорией России. Это традиционно составляло очень большую часть доходов компании, и фактически этого сегмента просто не существует больше. Ну, не говоря уже о сложностях технического характера с ремонтом самолетов и неполным пониманием того, что делать на перспективе нескольких лет. Поэтому мне кажется, что у этой бумаги нет каких-то серьезных драйверов роста. Вряд ли возобновившиеся полеты в Китай выведут компанию из убытка. А что могло бы? Это какое-то резкое увеличение пассажиропотока? Или в ближайшие годы аэрофлот ничем привлечь инвесторов не сможет? Ну, аэрофлот это в первую очередь, наверное, на сегодняшний день социальная компания. Она должна обеспечивать бесперебойные перелеты в первую очередь внутри России и с некоторыми дружественными странами. Традиционно какая-то прибыль у компании была только от международных перелетов. Внутренние перелеты адаптировались государством и не приносили компании какого-то финреза. Сейчас, очевидно, доминирует именно внутреннее направление. И тот рост тарифов, который мы видим, он не компенсирует убытков для аэрофлота. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы увидим просто продолжение того тренда, который был последние 3-4 года. Понятно, да. Только в случае какого-то возобновления активного международного авиасообщения. Но чтобы далеко, Дмитрий, не уходить от транспортной темы, я хотел поговорить про ракетно-космическую корпорацию «Энергия», которая ракетой за тавтологией взлетела в космос с начала года. Трехзначный рост показала она с начала января. Продолжается этот рост и сегодня. С чем это связано? Или это какая-то типичная история, которую мы видим уже в последнее время? История разгона в акциях третьего эшелона? Или есть ли там какие-то реальные предпосылки для роста? Это действительно глубокий третий эшелон. Компания не публикует какую-либо информацию о себе. Если посмотреть последнюю доступную отчетность на середину 2021 года, то мы видим, что капитал у энергии был отрицательным. И, в общем-то, по отчетности каких-то перспектив у бизнеса не прослеживался. Нет у бумаги и дивидендной истории. И, соответственно, последний разгон не имеет под собой каких-то фундаментальных причин. Хорошо, с транспортом закрыли. Переходим к сектору, тоже в продолжение аэрофлота китайской темы. Заинтересовали меня сообщения от Черкизова. Кажется, что компания может быть каким-то неявным бенефициаром открытия Китая и вообще оживления наших отношений с КНР. Производитель мясной продукции в 2022 году довел до 50% долю своих контрактов в юанях при расчетах за поставки в Китай. И также, более того, за 2022 год группа увеличила зарубежные отгрузки почти на четверть, что довольно существенно поставляет она свою продукцию не только в Китае, но и в Казахстан и какие-то другие страны. Ваш взгляд на Черкизова? Вот эти конкретно новости по компании были ли для вас каким-то сюрпризом? Являются ли они позитивом для будущих результатов Черкизова? Здесь, опять же, правильно интерпретировать цифры и следить за тем, что от чего считается. Рост экспорта на 25% и рост поставок в Китай на 50% – это, конечно, красивые цифры, но если сравнивать с 2021 годом, когда доля экспортных поставок была 7% от общей выручки группы, можно предположить, что эта доля могла в 2022 году дойти, например, до 10%. То есть это абсолютно нетоминирующее направление. И второй важный момент – это, наверное, ситуация со спросом внутри Китая. Вот, например, Минсельхоз США любезно делится большим количеством интересных данных, и мы видим, что потребление курятины снижается в КНР, и в целом прогнозируется снижение импорта со стороны Китая по этой позиции. Растет фактически только свинина, а ее доля как раз в бизнесе Черкизова не такая большая. Поэтому мне кажется, что потенциал как-то существенно нарастить выручку через Китай у Черкизова не прослеживается. При этом в целом по компании у меня там скорее позитивное видение, но больше скорее за счет внутреннего спроса и вертикальной интеграции. Ну да, и по динамике котировок мы можем видеть, что Черкизова неплохо себя чувствовала на протяжении 2022 года. То есть нет такого, как в графиках многих других компаний, обвал и потом где-то динамики около дна. В принципе, у Черкизова все неплохо. И, наверное, тогда последний момент, который я хотела обсудить, это сегодняшний отчет Полиметалла. В целом он представил ожидаемо сильные результаты по итогам четвертого квартала. Год тоже в итоге за счет четвертого квартала сложился неплохо. Начало выдалось непростым из-за проблем со сбытом. Кажется, что к концу года эти проблемы как-то удалось решить. Но очень смущает, конечно же, зарубежная прописка Полиметалла. Ваше видение компании? Ну, смотрите, во-первых, давайте проанализируем операционные результаты. Вот здесь я вижу на графике написано, что показатели код-года, но это не совсем так. Здесь как раз отмечен квартал к кварталу. Если смотреть код-году, то продажи, наоборот, снизились немного на 3% относительно 2021 года. Но как раз рекордным оказался именно четвертый квартал, когда фактически уходило затоваривание. А чистый долг, он как раз, наоборот, вырос за полный 2022 год. На начало года у компании долга было порядка миллиард шестьсот пятьдесят миллионов долларов. Ну, стало, соответственно, 2,4%. И сокращение – это именно за четвертый квартал. Поэтому, на самом деле, с финансами не то, чтобы все прям очень хорошо. И здесь еще важно понимать, что все операционные показатели рассчитывались в долларах США. А издержки в основном рассчитываются в рублях. И за счет того, что рубль большую часть года был крепким, скорее всего, в отчетности мы не увидим той прибыли, которая могла бы быть при таком сбытии в долларах. Поскольку выручка у вас за относительно дешевый доллар, а издержки у вас за дорогой рубль. И по другим золотопроизводителям, например, по Селегдару мы видим, что это действительно существенное влияние. Поэтому здесь надо ориентироваться на международную отчетность. Так что я бы все-таки не сказал, что показатели прям очень сильные, операционные. Они скорее… Ну, не такие, да. Ну, не такие плохие, да, как могло бы быть. Спасибо большое, Дмитрий. К сожалению, мало времени у нас еще не осталось. С нами на связи был Дмитрий Александров, управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал». Продолжение следует...